Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футболу Т-Жизни, и перед началом этого видеоролика хотел бы перед вами извиниться. В начале этого видеоролика, именно в начале матча, будут какие-то помехи с микрофоном, я не понимаю из-за чего они все-таки последующие моменты уже во втором там, например, тайме, уже идут без помех в микрофоне, так что я все-таки не знаю, что здесь произошло, но надеюсь, вам это не помешает насладиться последним матчем против Мадридского Реала, и уже следующий матч у нас будет в полуфинале, если мы, конечно, все-таки выиграем Реал, и забьет нам Реал 6 мячей. Ну что же, и также не записалась почему-то с микрофона концовка, надеюсь, вам это не помешает. Приятного вам просмотра. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футболу Т-Жизни, это продолжение нашей карьеры за локомотив в Лиге Чемпионов. Итак, сегодня у нас последний матч, в четвертьфинале, в нем уже все ясно, мы проходим дальше в полуфинал, но, друзья, такой не отыгрывается просто. Реалу Мадриду нужно забивать как минимум 6 мячей на нашем стадионе, но это все равно. Для них это как раз и будет важно, чтобы был счет 8-7, для них если выиграют, а не в сухую 6-0, но вряд ли мы такое допустим, ведь мы вроде как каждому сопернику дозабивали хотя бы по одному мячу. Мы прошли в невероятной схватке Ливерпуль, так что, мне кажется, здесь-то мы уж точно не оплошаем и пройдем в полуфинал. А также соперника в полуфинале вы узнаете уже только в следующей серии, либо сразу по превьюшке, либо зайдя на видеоролик. Состав вы видите на своих экранах, ничего я менять не буду, поехали. Итак, разнимается Федор Смолов, лучший бомбардир на данный момент в Лиге Чемпионов у нас в этом сезоне. Замечательную форму он набрал и играет сейчас даже намного лучше других нападающих, которые, например, даже вылетели. По сравнению с Руга Артефермина, наш Федя просто Лионель Месси. Ну что же, начинается матч, мы на родном стадионе РЖД Арена. Поехали, локомотив Реал. Позар к ничам подойдет, хорошая такая простерильная передача. Карвахар здесь Модрич, но все-таки забивает, да, Реал. Наверное, здесь это не путь сейчас к шести безответным ничам, но все равно Модридский Реал забивает. Пятка решила дать на Модрича. И... Нет, Модрич забивает все-таки второй. Рискнул Чорвука против своего... Одноклубника по сборной, Луку Модрича. Но все-таки все равно. Гильерми здесь замечательно сыграл, да, он ногами. Здесь только вот подбор выиграл, к сожалению, именно Модрич сам. Модрич забивает дубль, счет у нас 7-4. Ну... И вот она ошибка сейчас от Рыбуси. Бейл с мячом. Бейл пробивает это 3-0. 3-0 Реал ведет. Осталось еще играть около часа. Я поменяю все-таки Фарфана на Алексея Миранчука. Надеюсь, это нам поможет как-то. Хоть и 31-ю минуту, но все-таки на травме все равно Фарфан играет. Ну, опасно, опасно. Сейчас очень расслабленный и я, и игроки Локомотива. Антон Миранчук, да, отдает на Смолова. Смолов с мячом, Смолов с мячом сейчас. Усадил. Усадил и пробить надо. Нет, это пенальти. Серфер Амос сбивает Федора Смолова. Мы сейчас узнаем, кто будет все-таки пробивать пенальти. Лучше всех я уже не помню, конечно. Джедеш Коковик. Я забью по своей тактике. Очень классная тактика. Это бить в левый верхний угол паненкой. Сюда. Отлично. Как я и сказал, тактика это работать против ботов уж точно. Они прыгают, но не достают. Вот в этом-то и плюс. Вот замечательно. Коковик забивает. Федор Смолов. Федор Смолов забивает второй. 2-3. Локомотив может сделать камбэк. Проигрывали 3-0 дома. И замечательно протащил Федор Смолов. Забил хоть свой мяч в этом туре. 14-й, если я не ошибаюсь, да. И замечательно сейчас Баринов штрафной уже. Баринов пониже на Жоу Марио. И Жоу Марио забивает. Сравнивает счет в матче. Делает счет 10-5. И все. В этом матче мы уже скорее всего не проиграем. Нам надо сейчас забить еще один. Это камбэк просто сейчас произошел на ваши глаза. 3-0 мы проигрывали дома. Ну и вот Жоу Марио забивает Куртуа. 3-3. Счет в матче. Ну и просто зритель, который не разбирается в футболе, могли бы прийти и посмотреть на этот замечательный камбэк. Жоу Марио замечательно проходит сейчас оборону Реала. И Федор Смолов. Это камбэк, друзья. Это камбэк сейчас. Невероятный просто камбэк. На РЖД арене. 3-0 мы проигрывали. Теперь 4-3 выигрываем. Каково это? Все для болельщиков Реала, которые все-таки все равно приехали на... стадион в Москву. Посмотреть на этот матч. Надеясь, все-таки что-то невероятное, что Реал в сухую победит Локомотив с счетом 6-0. И они увидели в первом тайме. Действительно были такие надежды. 3 мяча безответных забил Реал. Но потом во втором тайме Локомотив собрался. Федор Смолов, если не ошибаюсь, забивает дубль. И тем самым выводит сейчас вперед Локомотив не только в полуфинал, но и... Вот даже сейчас вы посмотрите на счет 11-5. Сейчас и надо снова Реалу забивать 6 мячей. 6. Ну что ж, друзья, как я вам и сказал, концовка этого видеоролика не записалась. Но я даже вам и по ходу этого ролика говорил, что я не буду вам сейчас показывать, но он вам выпал по жеребевке в полуфинале. Вы это сами узнаете по превьюшке следующего ролика, либо уже по самому матчу в следующем видеоролике. Так что до новых встреч, друзья. С вами был Андрей и канал Футбол это жизнь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok